Чтобы спасти землю, гимназисты разработали настоящий план – очистить воду от загрязнений, леса от мусора и, самое главное, привить людям бережное отношение к природе. Наш проект о экологии, и мы понимаем, когда его будем показывать, что надо беречь планету, потому что если мы ее не будем беречь, не будет и нас. Человек должен уважать природу, ведь это считается, что она же его и создала. Порой кажется, что планета – огромное место хватит и людям, и мусору. Но это не так. Пора приниматься за генеральную уборку. Хватит потребительски относиться к природе. С таким призывом обратились к зрителям ученики 3-го Д-класса Одинцовской лингвистической гимназии. Этот проект про то, что нельзя вредить природе, что нельзя бросать мусор. И этот проект, мы должны этим проектом, то есть все люди должны понять, что нельзя мусорить и перестать помогать сделать землю чистой. Ребята под руководством Натальи Бондаревой создали экологический проект, который направлен на воспитание человека бережного отношения к природе. Была идея все-таки сделать экологический проект, потому что, ну как бы это ни звучало, все равно дети – наше будущее. И им дальше жить с нашей землей, любимой, родной, с планетой нашей. Конечно, то, что сейчас происходит – это ужасно. Нет хорошего воспитания, экологического воспитания каждого нашего гражданина. Поэтому хотелось бы, чтобы ребята, когда посмотрели, да, вот такую нашу творческую работу, чтобы они уже потом задумывались о чистоте. То есть, если ты идешь, скушил, там, я не знаю, конфету, там, яблоко, и можешь ли ты это выбросить? Просто так идти и выбросить. Специально для этого проекта была написана музыка, созданы костюмы и декорации. Над спектаклем трудилась дружная команда театра Натальи Бондаревой. Каждый внес свой вклад в общее дело. Пусть будет счастье и любовь, и светит людям солнце вновь. Пусть будет счастье и любовь, и солнце светит вновь. Это совершенно вот прям вот совместная работа, конечно, театра. Это все и художники, и декораторы, и балетмейстеры, и звукорежиссеры, то есть актеры. То есть все это именно совместная работа театра и маленьких таких артистов. После сегодняшнего такого у нас с ними уже вот тендема, это уже все, маленькие наши коллеги. Большая ответственность лежала на ребятах. Им потребовалось всего лишь два месяца, чтобы вжиться в образы и блестяще сыграть на сцене. Конечно же, это было сложно. И работать с детьми сложно. Нужно было какие-то моменты очень много отрабатывать, потому что, конечно же, им даже просто схему сцены понять тяжело. То есть даже просто выйти в центр и встать туда, куда нужно, это была целая такая для них победа, когда получалось. Мы сделали экологический проект, чтобы как-нибудь людей, чтобы они начали убирать мусор, чтобы они как бы вспомнили точно, если мы будем мусорить, то ничего хорошего не получится. Мы очень все волновались, и я, и все. Мы очень долго репетировали, мы старались, чтобы на все получилось. Будущее нашей планеты в руках детей, ведь именно им предстоит жить на Земле и продолжать дело своих взрослых друзей. Все ребята четко усвоили урок. Если каждый бросит по бумажке, планета станет замарашкой. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова